МИТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Неадекватный что ли? Что за буковки вообще? Я рэпер, я рэпер Сегодня алфавит челлендж? Вау, серьезно? Да, серьезно! Смотри, М, тебе нужно придумать трюк на эту букву и исполнить его. Вот какие-то трюки ты знаешь. Я знаю М10. Вот этот туториал мы тоже на нее делали. Желаю тебе удачи. Все, давай, вытащим по пять букв и там уже решим. Можно делать так же, как и в футболе задание, а так же и в стритовом. Любые, любые трюки. Ну да, то есть тут выполняешь, получаешь балл. Все, давай, тащу букву еще, проверяем тебя сразу. У тебя три секунды, чтобы назвать трюк. Ну три секунды мне не хватит. В. Выход один на один. Ладно, ребят, погнали. Первый челлендж. Все, давай, мешочек мне. Так. Все, я достаю букву О, и это... Это... Оу, это И краткая. Если мы тянем такую букву, как И краткий, И там, я не знаю, на которой нет трюков, то мы бьем кроссбар. Бьем вместе, кто попадает с первой попытки, получает одну очко. В том алфавит челленджа, когда мы били кроссбар, у меня было все очень неудачно. Сейчас я готов просто тебя разделать на такие маленькие кусочки. Ху-ху, хороший заявок. Короче, я просто сейчас ударил, у меня уже язык заворачивается в трубочку, но в прошлый раз, я помню, два раза подряд выбил кроссбар. А сейчас уже Дэн меня ставит под наказанием. Я за тобой даже мяча не увидел, бро, но это было круто. Счет 1-0 мою пользу, едем дальше. Давай, тащи теперь буковку, отыгрывайся. Я готов, 1-0 я уже проиграю. Но сейчас задание для тебя, поэтому я сейчас никак балл не получу. Что у нас? Твердый знак у нас получается, и сейчас опять бьем кроссбары, но я уже думаю, со второй попытки, это разминочка чисто на баллы получить. А может, Дэн сейчас вообще попадет в два раза подряд, и я уже вообще проиграю? Ну ладно, давайте, сейчас уже еще раз бьем кроссбары, потом, мне кажется, уже начнут попадать нормальные буквы, и уже будем делать скил. Ну тогда Дэн попал, теперь, и он бил первым. Может, теперь мне надо удать первым, и я тоже попаду? Ну, короче, давайте, пробовать сразу. Ну, неплохо, неплохо, бро. Сейчас я вторую баночку ставлю, даже трюки не нужно будет делать. Ребята, я уже стыдно, лучше я вообще не делаю эти кроссбары. Но мы бьем мини-футбольным мячом, вот, и немного не рассчитываю с ним. Но Дэн, видимо, уже приноровился, уже сейчас пойдет второй раз подряд. Ну что, ребята, вы поймаете, что сейчас будет? Ну, даже 1-0 меня устроит. Буу, что? Это скилл челлендж, как и обещали. Это вообще жесть, то есть, вы понимаете, в прошлый раз я, блин, вообще уверенно обыграл Дэн, и сейчас он уже творит какую-то дик... А вот это скилл уже. Нет, 2-0 уже после первых двух букв, но это что-то невообразимое. Бро, это уровень, это уровень, сорян, тут как бы не поспоришь. Ну что, бро, я надеюсь, больше кроссбаров в ближайшие хотя бы две буквы не будет, и мы начнем реально показывать скилл или выполнять задания, поэтому давай вытаскиваю и будем уже мутить. Ну смотри, я подумал, так что вей перекаты сделаешь вообще на изи, а если вы смотрели ролик с паны в Красногорске, чтобы мы показывали детям, то Захар там конкретно прям учил детишек этому трюку, поэтому загадывать это не буду, а загадаю вангился. Ты знаешь этот прыжок, кстати, можно обновить аватарочку ВКонтакте, у тебя уже давно там старая стоит. Бро, давай, я жду. Давай три попыточки на выполнение. Помню, помню, как это делается, это истоки, это то, чему я обучался с первых пор. С первого класса. Что, ты знаешь, у меня какие-то крюки пошли, я начал делать этого, а что дальше, блин? Давай, давай, еще две. Это кликбейт. А, так стыдно, мне очень стыдно, я не знаю, почему я не могу это сделать. Unskill challenge. Так, сейчас я вспомню, делаю мой перекат. Вот это и вот это. Ну, все, 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 все. Так, я готов, главное не перенервничать и сделать. Давай, барабанная дробь. Я все-таки выполнил, ну как, засчитываешь? Ну, я думаю, пойдет, конечно, да. Ну, как я сделаю эти две первые попытки, это просто прям супер. Так, ну что, ребят, перейдем уже к следующей букве. Получается, Дэн уже идет 2-1, вот. Но у него буква в запасе, поэтому пойдемте ему придумать сложное задание. Я бы хотел что-нибудь футбольное. Хочу, чтобы, например, Дэн вышел со мной один в один и обыграл меня. Либо, наоборот, я спас от него какой-нибудь ударчик. Потому что вспоминаю прошлый челлендж, я его так неплохо размотал. Так еще и потом наказание какое было. Бро, а как думаешь, в этот раз стоит делать наказание или это просто, знаешь, так пофанится? Ну, хочешь, на наказание сыграем. Но я тебе даю возможность сегодня не наказываться, потому что все тоже в мою пользу идет. Ну, нет, нет, я все-таки хочу интриги, я хочу мотивации. Поэтому давай так же, как в прошлый раз, на жопу сыграем. Смотри, какой разрыв будет в очках, столько ты бьешь. Все, договорились. Все, ладно. Столько я и бью, заметьте, да. Так что, прям, вот что вот. Волшебный мешочек, который принесет мне... Поглубже, поглубже. Поглубже. И... На ощупь, на ощупь что-то... Так, что... Так, 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 так! Нет! Нет, только не кроссбар! Блин, братан, может, все-таки я перевытащу? У меня сейчас реальные проблемы, мне кажется, если Дэн вам идет третий раз смотрят... Ну все, я точно проиграл. Ну ладно, давай, кроссбар, а там, может, и до скилла доберемся. Блин, что-то какие-то неудачные буквы таскинула. Мне очень нравится. Кроссбар, если это кроссбар. Мне нравится, скилл челлендж на максималках. Еще ни разу даже ничего не показал, даже. One news, топчик! Ну что, бро, я могу даже рабоны исполнить, если вы смотрели... Ой, хатфи, Жень, а сейчас я тебя догоню, что-то 2-1. Чего? Не, ну это было максимально близко, ребят. То есть я реально такой смотрю, я думаю, блин, Дэн работать, да никогда. И он реально вспомнил, там чистая девяточка такая неплохая залетела. Ну, на самом деле, я так подумал. Ладно, бьем. Короче, ты видел, да? Я говорю, никогда не бывает так, чтобы с третьей попытки, но я не попал. 2-2! Это будет буква К, и я тебе говорю, фростбар, бро. Ладно, давай. Ха-ха, кстати, будет прикольно. Давай, вытаскивай. У. У. Твоя задача, закрутить ворота мяч, чтобы он просто взлетел прям с угловой. Ну, тут же маленькие ворота, у него будет дико сложно. Мне вообще не важно, это скилл челлендж, ты должен доказать, что ты лучше всех даже в этом. На ворота маленькие, в принципе, сложно закрутить. Это надо быть прям каким-то мастером, Дэвидом Бэкхэмом каким-нибудь. Ну, давайте пробуем. Ну, ты увеличивай, давай, делай. Сильно-сильно меня, короче, не дрюйся в комментариях. О, йо-йо, бро, ты видел? Ну, это реально было близко. Слушай, я снимал и, типа, вообще не вынимал, неужели вкатился? Я вот реально вот столько оставалось, бле-е-е-е. Бро, ну, еще две попытки, мне кажется, они будут хуже. Ну, Дэд сказал, что будет хуже. Ну, как я и предсказывал, бро. Ну, все, последняя попытка, я надеюсь, что ты промахнешься еще дальше. Смотрите, откуда он бьет. Не, это конец радиуса, это, в принципе, нормально. Это, как бы, в футболе всегда есть присутствует радиус, и я имею право поставить то, когда я хочу, и куда мне удобней. Это последняя попытка, и, в принципе, я много не потеряю, если я не попаду, но, мне кажется, в следующий Дэн я уже прощать не буду. Это уже будет 3-2, поэтому нужно прямо сейчас уходить вперед. Давай-давай, иди. Ай, все. Блин, бро, получается, знаешь, это реально какой-то анскилл челлендж. Собрались-то чуваки, которые играют в фан, но при этом бьются в угловых и попасть не могут. Эх, класс. Давайте нащупаем. Опа. О, это финт, мне кажется, какой-то. Ну, о! Да, кстати, финт. Я пойду подумаю. Финт Зидана, слушай, мне кажется, нормально. Финт Радуга, финт Зидана и навороченный фликап. Хочу, чтобы ты показал нашим подписчикам 3 фликапа, и тогда я засчитаю тебе это задание. Либо финт Радуга двойная. Смотри, а 3 фликапа за одну попытку, получается, нужно? Нет, смотри, у нас 3 попытки. Ты на каждый фликап даю тебе по 2 попытки, всего ты должен показать 3 фликапа. А 2 легких и 1 усложненный. Теперь реально показываем скилл, у тебя 3 фликапа. Может, еще какую-нибудь Аку покажешь? Но я балл накиду не буду, это так, чтобы оценили. Первый, ну давай стандартный, начнем по этой, по-нарастающей по-сложности. Первый мой любимый для АК. Хорошо, это самый такой простой. Давай сейчас уже средний по сложности. Давай Бенгкок будет, ладно. Бенгкок? Я сейчас подойду к мячу, просто и так вот залипну. На манеже, да, когда я со Славой с футбол снимался, у меня были проблемы. Но тут уже думаю, все, все, я уже по 3. Поехали. Две попытки. Все, все, сейчас, сейчас не надо хейтить, сейчас исправимся. Так, так, так. Вот это тебе Бенгкок. Ну что, будем засчитывать? Ну я бы зачел, слушай, ну. Ну там, знаешь, такой милипусенький подъем, сабыл, на самом деле. Ооо, вот это то, что надо, бро. Я же обрадовался, думал, все, не успал. Ха, нет, бро, это еще не все, это еще не все. Ну хорошо, давай я сделаю сложный комбас подбросом, но чтобы оно было точно тяжелее, чем Бенгкок. Какой ты не самоуверенный. Ооо, не, ну это плюс, бро, это плюс. Буква М. Сразу отсылочка к нашему каналу. Мы делали туториал на всем известную мышеловку, и самое время показать 3 вариации этого. А, то есть я, ты предлагаешь мне сделать столько же, сколько и ты фликапов, правильно? Да. Смотри, бро, я никогда в жизни не любил анклбрекер, но там есть анклбрекер с выходом на пану. Знаешь такой? Да, не знаю. Его достаточно часто делают Бенгкок, и сейчас я хочу первым показать именно этот. Не буду делать обычную мышеловку, я думаю, вы все прекрасно знаете, а если не знаете, то, бро, переходим, тут в подсказке, я не знаю где. Но обязательно посмотрите, а потом уже досматривайте мои вариации. Ну, не, не, не. Не, ну, бро, это не считаете, да? Да, у тебя еще есть попытка, давай. Все, все, хорошо, хорошо, красиво, едем дальше, давай, второй гибрид. Ну, это да, амплитудно, хорошо, все, я жду от тебя треть. Не, ну, это хорошо, хорошо. Ты получаешь свой один балл, конечно. Выберите, какая больше всех вам понравилась. Я сейчас заряжен, но мне очень холодно. Поэтому давайте продолжать и заканчивать этот челлендж. О, так, 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 ну что, бро, смотри, я сейчас стою туда ворота, стою вот так вот, и ты вот в белой линии эйракой обычно должен попасть. У тебя, я даю, ну а четыре попытки, не пять, не три, а вот что-то среднее, но при этом я знаю, я знаю, что это сложно, но зато им будет интересно. Я возьмусь за это, хорошо. Чем сложнее, тем интереснее, тем более можно выйти вперед, тем самым. О-о-о-о, вот это, ребят, хорошо. Не, бро, ну это вообще очень круто. И на самом деле это прям самый крутой балл, который вы получили, получили за сегодня, ну и не считаем их этих маустрэпов. Я сам доволен, даже не ожидал, что попаду после гаустрэпов. Не, бро, это прям вообще мощно было. С какой, с третьей попытки получается? Ну, получается счет 4-3, сейчас переходим к последним пятым буквам, и сейчас будет уже все решаться. Ну все, кроссбар и расходимся. Так, это будет ща. Ну что, бро, я долго думал, а так ни к чему не пришел, кроме как к кроссбару своему любимому. Не, ну ты понимаешь, что это не только хорошо для меня, но и для тебя, потому что и у тебя попытка будет тоже зарядить эту ракетную станцию. На самом деле, да, я могу сейчас забить и типа подвести итоги этого челленджа. Я либо заранее расстроюсь, либо уже это. Ну, короче, давай, бей, я уже буду смотреть. Все, договорились, поехали. Дааа! Вы слышали этот звук, но это не перекладно. Это не перекладно. Так, ребята, у меня есть реально шанс, у меня сейчас есть шанс сравнять. Бро, я словно пижон из рублевки. Хочу сделать все по красоте и не бить просто кроссбара, замутить. Так же, как ты в прошлом задании какой-нибудь граунда, потом пробить перекладину. Может, даже это получится и залечу куда-нибудь на 4-3-3. Как же это красиво, но перекладины прям не пахнет. 4-4, граунды сделал, перекладина попал, порадовался как надо. Почему бы не залететь в тренды, а? И сейчас Дэн может либо победить, либо опять будут кроссбары, либо там уже решено. Но мне реально страшно. Ребята, это может быть очень круто. Поэтому последняя буква, погнали вытягивать. А, получается, я ее вытягиваю. Раз, два, три. О, ё-моё, ё-моё, ё-моё. А мне кажется, что-то есть, типа. А может и нету. Ну давай, у тебя 30 секунд на размышления, бро. Ну мне кажется, бро, именно авторских никаких нет на эту букву. Поэтому, скорее всего, сейчас все будет решать кроссбар. Поэтому давай либо выходы 1-1. Ну кроссбара у нас много было. Давай разбавим, сделаем, например, выходы 1-1. Давай сделаем реально красивую концовку. Раз уж нам ё выпало, мы, короче, реально будем делать булиты, как мы это делали в одном из роликов. О, ну то есть выходов 1-1, да? 1-1. Не, ну я согласен. То есть ты встанешь на ворота, я встану на ворота, мы друг друга побьем. Я предлагаю сделать по два удара хотя бы. Ну окей, смотри, если гол Акой, это сразу два балла. Вот сразу усложнится. Ну слушай, я так и буду делать тогда, наверное. Ну все, давай, бро, начнем тогда. Ребята, обязательно поддержите. Уже заканчиваем этот ролик, и там уже сейчас будет определяться. Ты прикинь, если два раза Дэн забьет Ака, получается 4 очка, и 4 жопы он не пробьет, если я ни один не забью. Ну ладно, давай начинать, мне само очень интересно. Поехали. Дэн такой, знаете, думает, говорит, я Аками тебя сбивать буду, вот он стоит. Но он решил дать просто очка, но я все-таки включил свои стритовские ворота способности, и сейчас уже будем его наказывать. Субтитры сделал DimaTorzok. Дэн и Дэн. Дэн, Ака, ты перебросил, я уже и ругаю. Вы видели, просто сейчас будет повтор? Не, ну там был угол Акой. Ну ладно, ладно, 2 очка отдам. Не, получается, Дэну только Акой забивать, и тогда он победит, или сравняется просто. Сейчас сделаю трипл лаку, и дохардаш не поймет, что я делаю. Ааа, ребята, вот это заслуживает лайка сегодня. Не, вот честно не скажу, никаких тут подавков не было, я реально пью, я точно не ожидал, что он сделает трипл лаку. Я думаю, это, знаете, такая маточка будет, и он что-нибудь потом сделает, но он сделал трипл лаку, бро, ну это классно. Сразу заход. Ааа, это тоже ужасно. Ну, он респект. Ребят, получается, если я просто забиваю, я побеждаю, и мне, в принципе, нормально, я хочу отомстить за то, что Дэн просто раз кинул мне просто очка. Бро, поэтому держись, сейчас будем творить эту красоту, а может и нет. Настолько далеко укатился, вы бы видели, там такой еще закат. Нет, он вернулся. Сейчас, давай еще по удару тогда. Давай, давай, давай. Давай, давай, продолжай, давай, блядь. Ха-а, реп... Я вот так и думал, что он это будет делать, что он меня хочет перекинуть. Специально вышел для того, чтобы и так его немножко погоробить, и у меня это получилось. Сейчас я уже просто забиваю. И просто проиграл, Дэн. Ну, я не ожидал, что мы как в пану играем, типа, что идешь просто ворота, заходишь туда. Это победа, вторая подряд в альфа-и челджи. Но, скажу так, что Дэна трипл-а, когда было что-то с чем-то, я реально не ожидал, но я в последнем просто уже наверняка бил, обыграл, потому что Дэн хотел меня там перекинуть, что-то сделать, но у меня там просто не получилось. Ну, а сейчас будет моя скиллуха. Не получилось такой ярко, как наш батл сегодняшний на анскил или скилл челлендж по буквам. Ну, это вы сами уже решайте, а так, брат, спасибо тебе за батл. Напишите, ребят, понравился ли вам ролик. Мы очень старались, продумали идеи. Обязательно лайк, подписочку. Ну, вы знаете, что делать. Да, а мы остаемся теми же Захаром и Дэном. Подписывайтесь на наши инстаграмы, а также на канал. Мы ждем вас снова и снова тут и будем радовать вас максимально, поэтому оставайтесь с нами. Всем стрит. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok